В руках Мурата Хубиева оживает любое устройство, созданное из железок и проводков. Для этого парню необходимо запрограммировать робота с помощью кода, расписав на компьютере нужные команды. Задача, говорит юный изобретатель, не из легких. Ведь малейшая ошибка будет видна сразу. Робот может просто не сдвинуться с места. Чего допустить никак нельзя, ведь на кону участие в соревнованиях. При приезде сюда сразу в голове нарисовалась форма робота. И потихонечку мы собирали робота. Конечно, это была не финальная его форма путем проб и ошибок на трассе. Мы делали разные технические поправки, его пересобирали. И вот получилась вот такая вот конечная форма. На этих соревнованиях Мурат представляет Карачао-Черкесию. А бороться за победу ему придется с юными техниками со всей России, которые приехали на Донбай испытать своих роботов. Для кого-то это просто хобби, а кто-то, как Андрей Люнгрин, собирается посвятить этому жизнь. Это то, чем я хочу заниматься. Я хочу заниматься робототехникой, хочу делать роботов, которые помогают людям. Самый, наверное, интересный робот, который я до сих пор делаю. Я участвую в проекте, как мы делаем киоск, который готовит пиццу автоматически. Но это проект другого уровня, конечно. До этого я также на соревнования делал робота, который является человекоподобным роботом, который мог общаться с людьми, видеть лица, распознавать их, отвечать на вопросы, управлять умным домом. Задача роботов – пройти полосу препятствий. Скорость не важна. Главное, чтобы умные машины четко следовали маршруту в аберинте. Не всем это удавалось с первой попытки. Многие роботы сбивались с пути. Это соревнование в Лиге роботов-спасателей. И задача участника состоит в том, что им необходимо построить робота, его запрограммировать и на специальном полигоне успешно миновать все препятствия, найти пострадавших и доставить их в точку эвакуации. То есть решается большое количество задач, начиная от конструирования электроники и программирования, в том числе с использованием технологии искусственного интеллекта. Чтобы добиться победы на турнире, Никита Золотарев решил создать ходячего робота. Трудился над ним пару месяцев. Чтобы умное устройство зашагало, нужно не только спроектировать модель, но и прописать десятки команд для моторов и датчиков. В Донбайе соревнования про робототехники проводятся не впервые, но каждый раз участники находят чем удивить судей и организаторов. Все отлично понимают, что роботы, они, ну прежде всего, извините, для экстренных ситуаций. Вы знаете, что есть роботы-саперы, есть роботы-дроны, которые обеспечивают наблюдение за различного рода перемещениями, правильно? Есть роботы-спасатели, вот мы как раз заменяемся роботами-спасателями. Вот представьте, какая-то техногенная катастрофа или еще что-то, да? Человек не может туда войти, а робот спокойно поедет и выполнит задачу. Победитель этих соревнований получит путевку на национальный чемпионат, а удачно выступив и там, сможет принять участие в соревнованиях международного уровня, куда, если честно, мечтает попасть каждый из этих юных техников.